Приветствую вас, Анастасия. Смотрите, какая ситуация. Во-первых, я хотел обратить внимание на вопрос, который вы задаете, да? Точнее, на сервер вопросов, который вы задаете. Вот, а вы пишите, спрашиваете, что делать в этой ситуации, да? Либо отпустить её и жить дальше, либо дать человеку время там, побыть там, подумать и прочее. Анастасия, какая у вас цель? Первое, что делать в этой ситуации, чтобы что? Второе, вот цель, какая, тому, как без цели вектор поведения выработать будет сложно. Это первое. Второе. Вы, вот говорите, отпустить ситуацию и жить дальше, да? Вот этот вопрос, эта вот часть вашего текста, она противоречит, потому что вы пишете в самом конце, что эта ситуация мне не даёт покоя. Если вам эта ситуация не даёт покоя, значит, отпустить вы её не сможете до тех пор, пока не увидите, не поймёте и не компенсируете то, чем вас лично она, эта ситуация задевает. Вы не сможете отпустить ситуацию и жить дальше просто так, потому что здесь вовлечены ваши потребности. Все ситуации, которые влияют на потребностные сферы, на потребностную сферу человека, отпустить невозможно. По желанию, если бы вы её могли отпустить ситуацию, вы бы же её отпустили бы. Это первое. Второе. Что касается дать возможности человеку подумать. Да, то есть, понятно, что вот в первом случае вам нужно просто понять, как лично вас эта ситуация задевает, на какие личные потребности она влияет, и просто проработать альтернативные пути достижения этих целей и всё. Вот. Что касается второго. Если человек подумает, там, соберётся с мыслями и что-то ещё, то да, это может быть. Есть ощущение, что, коль молодой человек резко стал безразличным и предлагает вам просто общение, есть ощущение, что он стал своего рода объектом некого, ну, воздействия, психологического воздействия, например, со стороны матери и сестры, которые, вероятно, не хотят, чтобы он встречался ещё и с вами по причине того, что они ревнуют его и не желают отпускать. Ну, это просто как предположение. Вот. И да, психологическое воздействие может поутикнуть, и он опять захочет с вами сблигаться, но вам необходимо понять то, что причина, по которой, по которой психологическое воздействие на молодого человека стало возможным, она сохранится. И в будущем молодой человек без работы с психологом, без работы над собой, без работы с собственной неуверенностью в себе и с эмоциональной сферой, молодой человек, возможно, повторит те самые действия, которые он совершил по отношению к вам сейчас, только с ещё большими последствиями в том плане, что сейчас вы только встречаетесь, а вот, например, ситуация, когда вы уже живёте вместе, например, вы поженились, а вы беременны на последнем сроке беременности, ну, то есть на последних месяцах, на последние месяцы, вот, вам будут рожать через, допустим, неделю, а молодой человек внезапно говорит, что всё, я не хочу ребёнка, ты будешь одна, и уходит от вас. И в этой ситуации вы оказываетесь просто брошены на произвол судьбы, одна беременная с ребёнком. Вот, молодой человек, он вполне будет такое сделать, с учётом того, что сейчас он сделал это. И тут нужно понимать, что здесь такой довольно тесный клубок из страха, из неуверенности, из желания угодить, из потребности в безопасности и прочее у молодого человека. И эта ситуация, она может повториться вновь, поэтому тут стоит рассматривать вопрос, ну, недоверия молодого человека, а вопрос того, насколько он стабилен, да, насколько он вот идёт к какой-то своей цели, насколько он готов отстаивать свою позицию, насколько он готов защищать свои интересы, потому что, и насколько он берёт ответственность за свои какие-то поступки, потому что, вот он вам говорит, да, всё мы с тобой расстаёмся, но при этом давайте продолжать общаться. Но совершенно очевидно, что даже при его желании с вами дружить, даже если это желание действительно есть, вам первое время всё равно будет, ну, не очень комфортно, потому что, ну, если повысить не встречалось, он с вами расстаётся, да, и, ну, не может человек так быстро и резко перестроиться, перестроиться с одной моделью поведения на другую нужное время, вот, а то, что он делает, ну, явно не является заботой о вас. И если молодой человек не заботится о вас, то, скорее всего, он не заботится и о себе, а если он не заботится о себе, то, скорее всего, он себя недостаточно любит. Если он себя недостаточно любит, то этот человек может спокойно навредить себе самому, а если человек навредит самому себе, он может навредить вам. Поэтому вопрос заключается здесь в том, чтобы вы как-то вот пересмотрели свое отношение к человеку, возможно, лучше его увидели, возможно, полнее его восприняли бы, вот, и уже решили бы для себя, хотите ли вы в этой ситуации дальше находиться, хотите ли вы дальше продолжать с ним встречаться. И что вы к нему чувствуете, небезопасно или для вас будет ваше чувство, ну, точнее, то, что вы хотите именно для него, не для себя, то, что вы хотите для него, как-то вот в более безопасную форму перевести, чтобы вам не было какого-либо вреда, вот, потому что совершенно очевидно, что пока молодой человек живет со своей мамой и сестрой, он, скорее всего, будет не самостоятельным и подвержен воздействию мамы и сына. Вот. Такая вот история. Что касается того, что молодой человек объявил о расставании без причин и без ссор, я вижу несколько вариантов. Я вижу вариант, что молодой человек испугался близости и ответственности, потому что у него и так уже есть ответственность за маму и за сестру, скорее всего, вынужденно, вот, он испугался, что добавится еще одна ответственность. Вот. Это один вариант. И второй вариант, это то, что маме и сестрой, как я уже сказал, было оказано некое воздействие, которое и привело к тому, что молодого человека, по сути, настроили против вас. То есть вас представили как угрозу. Но как-то слиться и негативить на маму и сестру, мне кажется, здесь не совсем оправданно, потому что они не могли поступить по-другому, они защищали себя. Они защищали себя и, в общем-то, дело здесь не у них, а у молодого человека, который, ну, делает вот выбор, например, в пользу, в пользу них, а не в пользу себя, не в пользу своего счастья и своей личной жизни. Вам, если вы молодого человека любите, вам нужно этот выбор принять, принять, что вот молодой человек, он именно такой, он в ближайшее время не изменится. Без работы с психологом ему будет сложно построить здоровые отношения. То есть, может быть, он какую-то девочку и найдет, вот, которая там будет устраивать его маму и сестру, но, опять же, здоровыми отношениями это будет назвать ни в коем случае нельзя. Кроме того, в его предложении дружбы есть что-то манипулятивное, на мой взгляд, в том плане, что он такое впечатление, что хочет вас к себе привязать. То есть, теперь я с тобой расстался, ну, давай с вами будем общаться, чтобы ты была в пределах, ну, в пределах видимости, в пределах досягаемости. Вот, чтобы, может быть, вас использовать, ну, в зависимости от того, какого рода у вас взаимодействие. Вот. В целом, в целом, есть ощущение, что вы вот слишком прикипели к молодому человеку, есть ощущение, что вот какие-то потребности, как я уже сказал, у Валса завязаны на нем. И именно поэтому вы не можете с ним раздаться, вы не можете его отпустить. Именно поэтому вас это ситуация беспокоит. Вот. Возможно, есть некие сомнения в себе, что поращают мысли о том, что вдруг вы какая-то не такая, а вдруг с вами что-то не так. И поэтому молодой человек с вами, с вами решил отношения прекратить. Я хочу обратить внимание на то, что вам 22 года, если я не путаю, сейчас попробую, да, 22 года. Вот. Я хочу обратить внимание на то, что вам 22 года и на то, что в этом возрасте вам, ну, нужно думать точно не о молодых людях, которые не исключены, не исключены и нужны в известной степени в жизни молодого человека. А я имею ввиду молодой девочки или молодого парня. Вот. Я хочу сказать, что главное все-таки счастье, это ваша карьера, это ваша реализация, это ваша успешность, это ваша успешная состоятельность в какой-либо сфере. Это достижение какого-то, ну, это становление вас как специалиста, приобретение веса в той сфере, которую вы выбрали, вы выбрали в качество работы. Вот. То есть это такая простое. Молодые люди, отношения сейчас это вторично, потому что как минимум, как минимум, людям, которые не воспринимают вас как личность, как субъекта, как субъекта какой-либо деятельности, сложно увидеть вас целиком. Вот у меня нет ощущения, что молодой человек видит вас именно так, да. Для молодого человека вы, скорее всего, просто девочка, девочка, вот с какого у него отношения, но как с личностью вас, мне кажется, не видит. Вот. Как мне кажется, вы его в качестве личности тоже не видите, именно поэтому мы и прикипели. Потому что, как правило, если человека личность видишь, то всегда позволяешь ему совершать какой-то выбор, совершать какие-то действия, даже если они не направлены на тебя, и даже если они тебе вредят, ну, вызывают в тебя грусть. Вот. То есть, да, это грустно, грустно, когда люди расстаются, но так бывает, и это нормально, и нужно двигаться дальше. И вот двигаться дальше, а помогать, как раз-таки, вот это вот, свои собственные цели, свои личностные ориентиры, свои ценности, которые мы реализуем. И, хотя из того, что вы не можете сейчас отпустить, она вас беспокоит, вот, этого у вас недостаточно. И, соответственно, в этом направлении вам тоже нужно поработать со специалистом. Вот. То есть, два направления таких основных. Первая, это попредственностная сфера, вот, и вторая, это вот, ну, так сказать, приведение вас в гармонию, да, самодостаточность, вот, последовательно. И формирование своих целей, которые бы вышли, вне зависимости от того, будет ли, ну, будет ли с вами что-то из молодых людей или нет. Так, можно ответить вам на вопросы, которые вы задаете. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.